Многие из нас раз в год отмечают день рождения. Как провести сегодня этот праздник по-современному, по-новому и, может быть, даже недорого, расскажет наш корреспондент Ольга Литвиненко. День рождения ребенка – один из самых важных праздников в семье. Родители ломают голову над тем, как и где лучше организовать праздник, чтобы он запомнился не только имениннику, но и гостям. Квесты, тематические вечеринки, подвижные игры, спортивные соревнования. Как сейчас, только не празднуют детские дни рождения. Все зависит от предпочтения родителей и именинника. У сына Нины Девятовой первый юбилей. Мальчику исполняется пять лет. Полный стол подарков, ролики, мягкие игрушки, сладкие лакомства. Все, о чем мечтал малыш в течение года, плюс шумный праздник. День рождения мы отмечаем обычно большим семейным кругом. Сегодня это многоэтапное мероприятие, потому что у нас были и домашние посиделки с бабушками и дедушками. А сегодня непосредственно вечером мы собрались здесь для проведения дня рождения большой детской компании. Такой тип мероприятия, как проведение дня рождения в торговом центре, мы практикуем впервые. До этого дня рождения мы отмечали на природе. У самой Нины Девятовой в детстве все было по-другому. Просто в домашней обстановке, без костюмированных вечеринок и красочных шоу. Подарки в те времена были тоже значительно скромнее. Самый запоминающий подарок – это Барби, которую мне подарили в 9 лет, уже не по возрасту, потому что как игрушка она мне была не очень интересна, но в те времена, в 90-е, это было дорогостоящим подарком и поэтому, наверное, самый запоминающийся. Воздушные шары, стенгазеты – таким раньше было украшение праздников. Никаких фейерверков и замысловатых тортов. Эклеры, лимонад и мороженое – главное лакомство на столах именинников. Мы жили в высотном доме, мы собирались в большой компании, бабушка пекла торт, сама делала орешки со сгущенкой, лакомства, как сейчас такого не было, а зато мы играли в игры, тягали за уши. Собирались, либо это в детских садах мы приносили торт, угощали всех конфетами, тортом, ну и плюс, конечно же, в школе праздновали с родителями, с детьми вместе, либо дома, либо где-то в кафе. Сегодня отпраздновать день рождения с аниматором в игровом центре большого магазина можно за полторы тысячи рублей. Заказ детской дискотеки обойдется в три с половиной тысячи. Другая альтернатива такому празднованию – поездка на природу. Аренда беседки озера на компанию до 10 человек стоит от шести сотен рублей в час. Несколько вариантов, как можно отметить мероприятия, начиная от обычного посещения, зарядиться позитивными эмоциями, изучить профессию, например, прийти вдвоем с другом, получить скидку на посещение. Либо это может быть праздничная программа с участием актеров, с бумажной дискотекой. Но сделать день рождения ребенка ярким можно и без лишних затрат. Скромно в семейном кругу. Главное, чтобы было хорошее настроение, веселые игры и взаимопонимание. Именно такой праздник и запомнится на всю жизнь. Ольга Литвиненко, Максим Турчев. Утро нового дня. Ольга Литвиненко, Максим Турчев.